Знаешь, дядя, у меня в жизни принцип. Женщины, стариков не бить. Но я ведь могу отступить от принципа. Ой, больно, больно. Владимир Меньшов с восхищением смотрел на Алексея Баталова. Гениально. Как всегда, высший пилотаж. Режиссер остановил съемку, направился к актеру, чтобы похвалить за отличный дубль. И вдруг понял, что Баталов корчится от боли по-настоящему. Деда! Алексею Баталову съемки в этом фильме могли стоить не только здоровья, но и репутации. Безобразные обнажения уже тогда революционно пробивали сантиметр за сантиметром. Ирина Муравьева возненавидела свою авантюристку Людмилу. Александру Фатюшину вслед за его героем до конца жизни сочувствовали, поскольку считали горьким пьяницей. А Сашу почему-то стали жалеть. Владимиру Меньшову и вовсе пророчили оглушительный режиссерский провал. Просто отбоя не было от желающих остановить меня от этого ошибочного шага. Чиновники окрестили «Москву слезам не верят» дешевой мелодрамой. А для простых зрителей картина стала инструкцией по выживанию. Я хотела покончить с собой. Посмотрела картину «Москва слезам не верит». Буду жить. Шквал критики и главная награда Американской киноакадемии. Феноменальный успех и загадка для историков кино. Банальный сюжет про советскую «Золушку» превратился в историю на все времена. «Москва слезам не верит». Почему этот фильм до сих пор так любят во всем мире? Эй, ребят! Мы что это? Пятер на одного, что ли? Даже нехорошо как-то. Одну из ключевых сцен второй серии фильма «Москва слезам не верит» снимали в самом обычном дворе на Ленинградском проспекте. Актерам предстояло сразиться с настоящими спортсменами-самбистами. Режиссер специально пригласил их на площадку, чтобы драка выглядела максимально правдоподобной. Он мне чуть руку не сломал. Здоровый бугар. Ты что, самбист, что ли? Самбист, самбист! Давайте, деды, отваливайте, не давай сейчас! Владимир Меньшов и представить себе не мог, чем обернется этот эксперимент. Профессиональный боец так увлекся поединком, что не рассчитал силу удара и повредил Баталову кадык. Актера прямо со съемочной площадки увезли в больницу. Пропало мое кино. С тоской думал режиссер, глядя вслед удаляющейся скорой. Баталова не заменит никто. Так, вечер перестает быть томным. Меньшов долго не мог подобрать актера на роль Гоши. Пробы провалили Олег Ефремов и Виталий Соломин. Ни в одном из них режиссер не увидел интеллигентного слесаря. Он даже подумывал сыграть этого героя сам. Но тут по телевизору показали фильм «Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым. «И вечный бой, покой нам только снится». Меньшов понял, что решение найдено. У Баталова была, это называется, магия у великих актеров. Она есть или нет? Магия обаяния. Он же не был красавцем или каким-то Алан Делоном. Не умом, понятно, а чувством, что он должен нравиться женщинам. В роли я имею, даже не в жизни, а в роли. Когда он в электричке сидит и разговаривает с ним. А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному? Конечно. Они смотрят оценивающе. Как смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. Баталову Гоша, он же Гога, поначалу не приглянулся. Роль показалась плоской, не располагающей к импровизации, а значит, скучной. Со всей честностью сказать, что он настолько ясно и точно был написан, то есть определен его место, и что он должен, и каким он должен быть. Мне приходилось разговаривать и с автором, и с режиссером. Это было ясно, что они хотят. Да, Баталов все-таки согласился. И для начала разнес в пух и прах сценарий. Ребят, вроде ничего. Вот именно что, ничего. Лимитчики вроде нас с тобой, заверсту видно. Нет. Полюбить-то королеву, проиграть-то к миллиону. Приятно, приятно. История под названием «Дважды солгавшая» была написана всего за 19 дней для конкурса сценариев о Москве. Ее автор, драматург Валентин Черных, рассказал о своих родных тетках, приехавших покорять столицу. Я лично свое пожила в коммунальной квартире. Сейчас не те времена. Времена всегда одинаковые. Прежде чем что-то получить, нужно заслужить, заработать. По сценарию, три подруги-провинциалки по-разному ищут счастье. Антонина выбрала прямую, хоть и скучноватую дорогу. Людмила, наоборот, авантюры и приключения. А жизнь Катерины полна трудностей и преодолений. Счастье величина непостоянная. И женское счастье тем более. И в разные времена абсолютно разные вещи нужны для того, чтобы чувствовать себя счастливой. Здравствуйте. Кать! Че, завалила? Ага. Два балла не добрала. Ой, Кать. Владимир Меньшов и сам когда-то приехал в Москву из Астраханской области. Сценарий про подружек из глубинки был ему близок и понятен. А вот коллеги недоумевали. Когда мы начали картину, то просто отбоя не было от желающих остановить меня от этого ошибочного шага. Дешевая мелодрама. Мыльная опера. В один голос кричали мэтры Мосфильма. Но Меньшов стоял на своем. Он почти целиком переписал сценарий и изменил название. Электросварщик Гоша обернулся слесарем-виртуозом. Людмила стала женой спившегося хоккеиста Гурина, которого изначально в этой истории вообще не было. Появились новые сюжетные линии и новые герои. Представьте себе мужество человека, начинающего картину, взявшего в руки банальный сценарий, от которого все отказывались. Переписать его до такой степени, так взглянуть на эту ситуацию. И все же в успех этой затеи мало кто верил. Первые красавицы советского кино участвовать в авантюре отказались. Начинающие актрисы не нравились самому режиссеру. Тогда отчаявшийся Меньшов призвал на пробы свою жену, Веру Алентову. Она тоже не хотела сниматься в этом фильме, но отказать мужу не могла. Но увидев пробы, Меньшов поразился, сколько времени он потратил впустую. Хотя идеальный вариант был, как говорится, под боком. Худсовет мнение режиссера, как ни странно, поддержал. Ты пойми, главное, мы в Москве живем. А Москва – это большая лотерея. Здесь можно сразу все выиграть. На роль Людмилы руководство киностудии рекомендовало Жанну Болотову. Сам Меньшов хотел снимать Анастасию Вертинскую. Обе отказались. Ирину Муравьеву режиссер случайно увидел по телевизору в музыкальной комедии «Дуэнья». Но, сеньор, я бежала не из-за вас. Моя любовь принадлежит Антонио Эрсили. Пусть и не идеальная красавица, как в сценарии, зато с огоньком, подумал режиссер и пригласил Муравьева на пробы, которые она с успехом прошла. Вот это жизнь, вот это счастье, поняла? Ага. Юмата. Но в этой сцене, где Катерина и Людмила ждут появления своих кумиров, без именитого артиста Меньшов обойтись не мог. Актер, который якобы поздновато начинает карьеру, задавал главную тему фильма. В 40 лет жизнь только начинается. И вполне может состояться. А вы что, тоже артист, да? Да, начинающий. Поздновато начинаете. Нужна звезда первой величины. Но где ее взять? Ломал голову режиссер. И тут неожиданно вспомнил о своем новом соседе, который недавно переехал в дом на Третьей Тверской-Ямской, Иннокентии Смоктуновском. Сразу как-то такие соседские отношения очень хорошие становились. В Меньшовах была собачка, и у нас была собачка. Так что время от времени, когда выходили погулять с собачкой, то разговаривали. Каждое утро, к удивлению домашних, Меньшов теперь сам отправлялся гулять с собакой. И через неделю с гордостью объявил женя, что подружился с Иннокентием Михайловичем и убедил его сняться в своем кино. Владимир Валентинович Меньшов предложил папе в фильме «Москва слезам не верит» небольшую роль. Папа играет самого себя, но моложе. Время обозначается тем, что папа говорит, что моя фамилия вам ничего не скажет. А как ваша фамилия? Моя фамилия вам ни о чем не говорит. Ну, все-таки скажите, пожалуйста. Смоктуновский. Ну, все. В первой серии Алентова, Муравьева и Раиса Рязанова должны были сыграть юных девушек, хотя актрисам уже за 30. В их таланте Меньшов не сомневался. Но кинокамеру не обманешь. На борьбу с морщинками и следами возрастной усталости на лицах актрис была собрана целая армия гримеров Мосфильма. Для того, чтобы они все были молоденькими, нужно было, ну, конечно, актерское мастерство, но, на секундочку, экран громадный, громадный экран кинотеатра, понимаете, который выдает все. Каждую морщинку, каждый прыщик, каждую родинку. Но выдающиеся художники, гримеры Мосфильма, рядом с их мастерством нервно курил Голливуд. Алексею Баталову, который был на 11 лет старше своего героя, гримеры придумали накладную челку, и актер сразу помолодел. А вслед за ним помолодела и столица. Вы же понимаете, что это снималось не в той Москве, когда происходит действие, а в гораздо более поздней. Москва оператором и художниками была загримирована. И загримирована прекрасно. На улице Горького, где Катя и Люда совершают променад, развесили рекламные плакаты 50-х годов. Витрины магазинов украсили баночками черной икры. Разумеется, бутафорскими. Бюджет проекта вообще был весьма скромным. Он не предусматривал не только обилие деликатесов, но и сложных трюков, комбинированных съемок и дальних командировок. Единственный выездной эпизод – пикник. Его снимали в Архангельском. Не-не-не, шашлык женских рук не терпит. Вон, иди туда. Ваши места в зрительном зале. Прошу. В массовку Меньшов пригласил своих друзей. Причем каждого с умыслом. Глядя на приятелей Гоши, зритель должен был улыбнуться. Так сценарист фильма «Афоня» Александр Бородянский очень уж был похож на вождя мирового пролетариата. Живой Ильич на природе ест шашлык. Смешно, решил режиссер. Так как я на Ленина похож, то я был изображал доктора наук, который там речь произносит, что мы-то фуфло, а вот наука – это Гоша. Целый у меня текст был написан. Я его выучил, и все. И я его сказал, но в кино его чуть-чуть, и музыка вместо моих слов. Музыку подложили уже на монтаже. Меньшов решил, что бардовские песни в исполнении Сергея и Татьяны Никитинах и портреты, снятые оператором Игорем Слабневичем, впечатлят зрителя сильнее любых слов. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель? Вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. В этой сцене Владимир Меньшов и сам сидит у костра в шляпе и кожаном плаще. Такой вот изящный отсыл к стилю Владимира Высоцкого, очень популярному в 70-е. Шашлык в кадре – самый, что ни на есть настоящий. Чего нельзя сказать про алкоголь. На съемках был строгий сухой закон. Нет, водку во время съемок не пьют. Тихоря кто-то может пить. Я пил тихоря. Но чтобы вот так нас... Нет, это исключено было. Сергей Саныч, здравствуйте. Окружечки. А может водочки? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, прости. Но однажды Владимир Меньшов сам нарушил свое жесткое правило, когда снимали сцену в пивнушке с хоккеистом Гуриным, которого играл Александр Фатюшин. В этом кадре Владимир Валентинович сам лично принес бутылку водки и сказал, вот, чтобы для правдоподобности его добавляйте там. Меньшов с довольной улыбкой наблюдал, как с каждым дублем Фатюшин заметно плывет. Отлично. Верю. Снято. Скомандовал режиссер. И тут к нему подошли реквизиторы. Они лукаво улыбались. И мы тогда достали бутылку водки и сказали, Володя, видал? А вот твоя водка. Водка-то цела. Оказывается, девушки заменили водку водой. Закон есть закон. Сцену знакомства Гоши и Николая актеры тоже играли абсолютно трезвыми. Ее снимали не на студии, а в одной из коммуналок на Сретенке. Гоша. Николай. Почти всех жильцов дома под снос расселили. Осталось только несколько старушек, которые и сыграли в фильме. Отопления в доме не было. Баталов в плаще на голое тело дрожал от холода и лишь чудом не заработал воспаление легких. Впрочем, здоровье ведущего актера было не единственной проблемой режиссера. Съемки второй серии фильма уже начались, а играть дочь Катерины по-прежнему некому. Меньшов видел в этой роли Наталью Вавилову. Она играла в его первом фильме «Розыгрыш». Однако родители девушки, работники МИДа, наотрез отказывались отпускать дочь на съемки. Они видели ее будущее совсем другим. Дело не двигалось с мертвой точки, пока в ситуацию не вмешался все тот же Алексей Баталов. Александр! Очень приятно. Давай-ка, отнеси-ка это все в холодильник. Баталов лично навестил Вавиловых. И увидев на своем пороге звезду советского кинематографа, родители сдались. На следующий день Наташа приехала на съемочную площадку. Гуга, а мы расскажем об этом маме? Не надо. Почему? К концу съемок стало понятно, что фильм придется сильно сокращать. Помогла цензура. Почти целиком под нож пошли пикантные сцены. Слишком смело для советского зрителя, заявили киночиновники. Черт. Потребовали убрать все эпизоды любовных отношений героини, как с любовником, потому что это аморально, с женатым мужиком, которого играл Табаков. так и с любимым. Не нужно. Легли встали. И поэтому много выброшено. К сожалению, сейчас голый человек, это 80% на экране. По тем временам я могу гордиться тем, что вот такое, значит, безобразное обнажение уже тогда революционно пробивали сантиметр за сантиметром. Что же мы с тобой решим? Сейчас наш бизнес-институт придет. Впрочем, главные претензии чиновников касались не только легкой советской эротики. Фильм окрестили низкопробной мелодрамой и уже готовились положить на полку. Но тут режиссеру повезло. На Мосфильм приехал водитель Леонида Брежнева. Он должен был взять для генсека боевик Мартина Скорцезе «Бешеный бык». Не вышло. Коробки с картиной куда-то запропастились. И что? Возвращаться с пустыми руками? Что скажет дорогой Леонид Ильич? И тогда чиновники на свой страх и риск отправили главному зрителю страны эту самую мелодраму. И вскоре с изумлением узнали, что Брежнев в полном восторге. А потом и вовсе началось форменное безумие. Ну, а потом, когда картина уже вышла на экраны, действительно случилось вот это чудо, которое до сих пор я не забываю и очень жалею, что не осталось никаких документальных свидетельств, фотографий хотя бы, что творилось. Действительно, в течение трех месяцев в кинотеатр России стояла очередь. Здесь не просто актеры проснулись знаменитыми, они проснулись любимыми. Это гораздо важнее, потому что можно быть знаменитым, можно быть популярным, можно, как сейчас говорят, медийным, но любимым стать очень, очень непросто. Очень непросто. Но этой народной любви были рады не все. После премьеры Ирина Муравьева рыдала. Своей Людмиле интеллигентная актриса увидела пошлую грубиянку. Ой, Полина, у тебя же все поправило, а в жизни еще и лотерея есть. Вот я всегда лотерейный билет покупаю. Выиграла. А как же, два раза порублю. Юрия Васильева, сыгравшего соблазнителя Рудольфа, теперь ненавидела вся страна. После этой роли за актером на долгие годы закрепилась слава самоуверенного негодяя. А Александр Фатюшин до конца дней так и не отмылся от образа горького пьяницы. А Сашу почему-то стали жалеть. Жалеть. И это проявлялось в таких бытовых вещах, например, когда мы ходили в магазин, на рынок когда-то. Смотрели на него с жалостью, потому что они воспринимали его как действительно несчастного, спившегося хоккеиста, которого с женой они дерутся в этих халатах. Ты стерва же ты, Людка, ты что? Ты забыла, сколько тебя привозил? Хочешь с водки, методиками забавил? За все, что ты привез, ты же ей правил! Я заработал ей правил, имею право! Кассовый успех фильма стал полной неожиданностью не только для режиссера, но и для чиновников Госкино. Тогда кто-то из них и задумал невиданную авантюру отправить ленту за океан. На победу, конечно, никто не рассчитывал. Но история про советскую Золушку покорила сердца американских киноакадемиков и получила Оскар за лучший зарубежный фильм года. Примечательно, что Владимир Меньшов про все эти удивительные приключения своей картины ничего не знал. Более того, когда режиссеру позвонили из Министерства культуры с поздравлениями, на календаре было 1 апреля, и он решил, что это просто шутка. Что касается конкретного Оскара, то должен вам сказать, может быть, я такой был малообразованный. Я в полной мере не оценил тогда этой награды. Потом так уже по прессе я стал понимать, как картина, что это такое Оскар, честно говоря. В Америку Меньшова не пустили. Вместо него золотую статуэтку получил от Таше по вопросам культуры посольство СССР в США. Награда хранилась в Госкино, и только спустя почти 10 лет ее все же вручили режиссеру. Поскольку Володя был невыездной, то там, видимо, наверху было стыдно, поэтому много ездила и я. И письма, которые благодарили, и которые говорили, что вот, мол, моя судьба так похожа на судьбу вашей героини. И за рубежом корреспонденты, которые говорили, что вот вы знаете, так похожа ваша героиня на нас, на наши реалии все, во всех странах причем. Будто Африка, Будто Франция. Совершенно советская Катя стала, как оказалось, воплощением и американской мечты. Иностранные зрители увидели женщину, которая всего в жизни добилась сама, и прониклись. Сказка о том, что жизнь все равно, как и кинок, и должна кончаться хорошо. Мучилась, мучилась, героиня приехала. Ну, какой-то у нее в конце такой благополучный должен быть исход ее терзаний, стараний и всего. Модницы всего мира стремились быть похожими на нашу героиню. И к полному изумлению костюмеров фильма надели под босоножки белые носочки. До свидания. Никак, уезжаешь, Катя? А кто еще хоть гулять будет? Хозяйка. А ведь художник по костюмам Жана Мелконян придумала этот образ от безысходности. Обувь 1958 года, которую нашли для съемок, была грубой, и до крови натирала ноги актрис. Носки стали спасением. И получился действительно трогательный, провинциальный, такой полудеревенский образ. Москвичка бы так не надела молодая, а провинциалка приехала в таком и ходила. Как будто так и надо. С тех пор прошло больше 40 лет. Но Москва слезам не верит и по сей день не сходит с экранов. Незамысловатый сюжет, не идеальные герои. Но именно этот фильм называют феноменом советского кино, над которым время не властно. Надежда, она, мне кажется, что самое ее большое достоинство этого фильма, что он оставляет людей, ну, как-то делает их сильнее, что ли, заставляет их верить в себя, верить в то, что еще все повернется в лучшую сторону. Когда картина вышла на экраны, то очень много мы получали писем. Но одно письмо меня повергло в какую-то невероятную радость, хотя письмо было почти трагичным. Писала женщина, которая написала спасибо, и я хотела покончить с собой. Посмотрела картину, Москва слезам не верит. Буду жить. Добро всегда побеждает зло, а юмор помогает преодолеть трудности. Возможно, секрет успеха именно в этом. В советской сказке, сотканной из надежды, веры и любви, зритель нашел для себя ответ на главный вопрос. В 40 лет жизнь только начинается. Значит, рано сдаваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин